Всем привет! С вами снова я. Я знаю, я вас уже, наверное, достала, но пока все это происходит, я считаю своим долгом оставаться на связи и доносить до вас наиболее детальную, подробную и правдоподобную информацию. В сегодняшнем видео я вам расскажу о самой главной причине, почему техасские дома оказались не готовы к подобной погоде и почему температура всего лишь минус 5-8 градусов Цельсия ниже нуля привела к такой катастрофе, что огромное количество людей, более миллиона людей оказались без электроэнергии, а на несколько дней, 3-5 дней потом начались прорывы труб. И сейчас еще до сих пор многие крупные города, в том числе и столица Техаса, Остин, испытывают огромные проблемы с водоснабжением. Поехали! Сделаем какой-никакой анализ. Я, как вы видите, все еще в 100 одежек и все без застежек. В доме есть электричество, в доме есть вода. Но я по-прежнему поддерживаю температуру 50 градусов Фаренгейта и солидарность со всеми моими соотечественниками, у которых до сих пор нет света. По-прежнему экономлю воду, принимаю дождь только раз в 3 дня. Господи, какой кошмар! Но, впрочем, что мы обо мне? Давайте посмотрим, почему же дома в Хьюстоне и вообще в Техасе не приспособлены к подобной погоде. Главным источником нашей информации сегодня стал Хьюстония Магазин, один из крупных веб-сайтов в Хьюстоне, который собирает всех предпринимателей, художников и всех остальных. Они встретились с представителем Ассоциации строителей Хьюстона и попросили его проанализировать сложившуюся ситуацию. Что он нам рассказал? А рассказал он нам, ребята, следующее, что, конечно же, дома в Хьюстоне и во всей зоне Южного Техаса совершенно не предназначены для температур, которые опускаются ниже 15-20 градусов Фаренгейта. Потому что такие температуры случаются раз в 120 лет. Главная особенность – это то, что трубы в основном прокладываются в стенах, в отличие от других штатов и от других стран. И это очень сильно влияет на их теплоизоляцию, на их сохранность, потому что в стенах они остаются теплыми только до тех пор, пока тепло в самом помещении, в котором, собственно говоря, эти стены находятся. Другая особенность, которую он отметил – это отсутствие подвалов. Да, мы много раз уже с вами говорили, я снимала подобные очень любительские видео о том, что дома в Техасе строятся практически на земле. Если даже и выкапывается какой-то фундамент, то он не больше 30 сантиметров. И, соответственно, все трубы прокладываются по поверхности. В отличие от северных штатов или от того, как это принято у нас в Европе, у нас в России, когда все водопроводные водоснабжения, оно все прокладывается внутри. И уже сама земля и материалы, которые там вкладываются, они являются достаточной изоляцией. Здесь, в Техасе, это совсем не так. Как отмечает наш источник, наиболее традиционное расположение труб в Техасе – это то, что они проходят через гараж. Чаще всего гараж находится впереди дома, и, соответственно, он соединяет дом с линией, откуда выходит вода, и там чаще всего располагаются все эти включающие и выключающие вентили. Гаражи в Техасе утеплять не принято. С какого вы перепугу? У нас в Техасе обычно больше беспокоятся о предохранении прохлады в доме, чем тепла. Да, такой климат. Никто пока не принимает во внимание изменения климата, мы все еще живем по старинке. Еще одна особенность строительства домов в Техасе – дома, которые построены ранее, чем 20 лет назад. А вы удивитесь, что эти странные картонные строения есть такие, которым даже уже по 100 лет. Они иногда расположены просто приподнятыми над землей, чуть ли не на кирпичах. Да, такие дома до сих пор есть. И, естественно, трубы и все коммуникации располагаются под домом, между землей и домом. Там вообще ни о какой изоляции, ни о каком утеплении речи быть не может. Ну и последний вопрос, который Хьюстония задали нашему эксперту. Как вы думаете, каким-либо образом случившееся повлияет на изменение строительных стандартов? Потому что после урагана Харви, который очень сильно принес большие повреждения Хьюстону, эти стандарты изменились. На что наш эксперт ответил, что, скорее всего, нет. Потому что такие события случаются раз в 120-130 лет. Интересное наблюдение, что скажешь. Ну и, наконец, по прошествии пяти дней всего этого безумия, наконец-то в большинстве районов восстановилась подача электроэнергии. Но по-прежнему остаются проблемы с водой. Эти проблемы случились не только потому, что не было электроэнергии и насосы не работали. Но еще и потому, что главный способ сохранить ваш дом от прорыва труб, это оставлять тонкие струйки воды из всех кранов, чтобы они текли, чтобы вода не застаивалась. Как вы сами понимаете, это очень иссушило все резервуары. Вода туда поступает не так часто и не так много. И, как сообщают наши репортеры из города Остина, из нашей столицы, там по-прежнему многие люди выходят на улицу и собирают снег для того, чтобы использовать эту воду для каких-то, ну, типа туалета или умывания. На этом фоне хотелось бы отметить еще одну странную особенность. Между тем, как все тихосцы сплотились воедино, помогают друг другу, заботятся друг о друге и ищут любые возможности поддержать друг друга. Например, муж моей подруги Наташи Рауш из Остина опубликовал пост. Ребят, у кого есть большой прицеп и, если есть возможность, огромная бочка для воды, я бы хотел привезти себе и всем моим соседям на районе. На фоне этого всего, что происходит у нас с властью? Для меня это огромный шок, потому что, например, во время Харви, я помню, что к нам даже прилетал президент, он размахивал руками и говорил, я тучи разведу руками, я вас всех спасу. Сейчас наш губернатор сказал, нас дома так холодно, полечу-ка я лучше в Канкун. И когда его спросили, товарища, вы вообще в своем уме? Он говорит, там очень хорошо, я останавливаюсь в отеле Ридс Карлтон, там очень безопасно, я всем рекомендую приезжайте, присоединяйтесь ко мне. Вот это, я бы сказала, это какая-то полная хуйня. И точно так же уже облетела весь интернет заявление мэра маленького города Мидланд-Одесса, который находится реально неизвестно где в Техасе, который заявил, я понимаю, человек был под огромным стрессом и не знал, что делать, такие события очень ненормальные и неестественные, но тем не менее, чувак, ты же у власти, ты обязан заботиться о своих гражданах. Он заявил что-то типа, хватит ныть, вы мне все надоели, выживайте сами, справляйтесь сами, жизнь не для слабаков, а кто отвалится, тот сам молодец и вообще самый слабак. Ну, ясное дело, что он потом очень сильно в этом раскаялся, очень сильно пожалел и, естественно, подал в отставку, но слово не воробей, вылетит не поймаешь, наводит на определенные мысли. Какого черта, чувак? Ну, и напоследок о ликвидации последствий всей этой катастрофы, о работе сантехников. Среднестатистическая стоимость работы сантехника составляет примерно от 500 до 2000 долларов, да, ручная работа в Америке вся очень дорогая, но сейчас, кроме того, что ему нужно прийти и починить эту трубу, вы понимаете, что в большинстве случаев еще нужно ликвидировать последствия всех этих протечек, часто это бывает очень много повреждений, и это невероятные суммы. Да, многие владельцы домов имеют страховку, и страховка это, конечно, все покроет, и я уверена, что даже мой сумасшедший счет тоже каким-то образом будет возможность покрыть и компенсировать, но прямо сегодня, прямо сейчас это все остается источником огромного стресса, поэтому я нам всем желаю спокойствия духа, никаких выходок, никаких спонтанных заявлений и уж точно никаких поездок в Канкун, даже я свое отменила. В связи со всеми перебоями с водой, с тем, что вода теперь не абсолютно безопасная, предлагают пить только кипяченую воду, причем, когда сделали этот анонсмент, это не было что, только пить, сказали, кипятите воду, и понеслось, во всех соцсетях теперь вопросы, а когда я принимаю душ, мне тоже надо всю воду прокипятить, а можно я своим животным буду давать некипяченую воду, а можно мне посуду мыть некипяченой водой, ну, в общем, в некоторых моментах, конечно, можно сказать, что какие же они неприспособленные. Не могу еще раз не повторить, как я вам признательна и благодарна за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши советы, благодаря мыслям, которые были подсказаны в комментариях к предыдущему видео, я таки решилась на то, чтобы оспорить этот счет, огромный грабительский счет за электричество, если вы это видео еще не смотрели, обязательно его посмотрите, я буду держать вас в курсе, как все продвигается, потому что, конечно, ситуация непростая, но, тем не менее, попробовать все-таки стоило. Я надеюсь, и сегодняшнее видео было вам полезно, я надеюсь, я вас еще не достала с водками с места событий, наверное, следующее видео уже будет обычным, бытовым, в стиле «один мой день», что-нибудь такое простое и ненапряжное. Спасибо, что были со мной, я вас всех очень люблю, берегите себя, пусть все неожиданности и неприятности всегда происходят так, чтобы вы могли с ними справиться. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока! Но я по-прежнему поддерживаю температуру 50 градусов Цельсия из... Ох!